Прямо в сердце Англии прибыл человек, способный выполнять номера, в которые здравый смысл отказывается верить. Причина, которая заставляет подозревать его в недобросовестных трюках – это внешность. Лучше сказать отсутствие этой внешности, ибо если его сравнивать с гигантами, посещавшими Англию в былые времена, он, несмотря на мощную мускулатуру, сильно проигрывает. Был бы он громадной детиной, его номера, возможно, воспринимали бы более правдоподобными. Потому как зрители не могли поверить, что этот человек без обмана может поднять за колесо тяжело груженный автомобиль, поймать руками 90-килограммовое ядро, вылетевшее из пушки, зацепившись ногой за петлю, укрепленную под куполом цирка, удерживать в зубах платформу с пианино и играющим на нем музыкантом. Все эти трюки и множество других силовых номеров проделывал на арене цирка Александр Иванович Зас, известный также под псевдонимом «Железный Самсон». В основном сенсационность номеров Самсона затмевала спортивную сторону его выступлений, а ведь раньше цирк и тяжелая атлетика практически не разделялись. Единственным местом, где выступали силачи, был цирк. Засу для того, чтобы развить в себе все эти невероятные способности, пришлось создать собственную систему тренировок. Основные принципы этой системы получили признание во всем мире, воплотившись в так называемые изометрические упражнения. Характерная их черта – напряжение мышц без сокращения, без движения суставов. Издавна люди привыкли связывать спорт с движением. Стремительные рывки и тяжелые жимы гировиков казались наиболее полным воплощением физической силы человека. Сила и движение кажутся неразделимы. И вдруг – сила без движения. Попробуйте взять обыкновенную гирю под хватом. Поднимите этот тренировочный снаряд к плечу, и вы увидите, как укорачиваются и утолщаются мышцы, сгибающие руку в локте, то есть бицепсы. Такой режим работы известен в спортивной литературе под названием «динамического». Если ту же гирю удерживать согнув руку в локте, но не перемещая снаряд к плечу, напряженные мышцы сокращаться не будут. Это и есть статический или изометрический режим. Александр Засс одним из первых обнаружил, что изометрические упражнения дают значительный эффект при силовых тренировках. Железный Самсон был убежден, что ворочать во время тренировки с места на место пуды железа вовсе недостаточно для развития максимальных силовых качеств. А вот если человек, напрягаясь сухожилием мышцы, будет стараться согнуть стальной пруд, хотя ему это может и не удастся, внешне безуспешные попытки окажутся очень полезными для развития силы. Время полностью подтвердило точку зрения Александра Засса, хотя к ней он пришел, можно сказать, совершенно случайно, выбрав будущий еще ребенка в качестве тренировочного оборудования неподъемную бочку, ежедневно пытаясь поднять которую, он все никак не мог. Но эта работа не была напрасной, так как он становился все сильнее и сильнее, и это чувствовалось во всем. Его система имеет ряд преимуществ, благодаря которым получила всеобщее признание. Система Самсона экономит и время, и энергию, а если учесть, что оборудование в этом случае чрезвычайно упрощается, а зачастую снаряды и вовсе не нужны, то достоинства изометрии станут особенно явны. Но вернемся к детству силача, и благодаря книге «Тайна железного Самсона» проследим за становлением величайшего атлета, которого принято считать одним из сильнейших людей в истории. В 1888 году, на безымянном хуторе, недалеко от Вильна, в доме Ивана Петровича Заса родился сын. Новорожденного назвали Александром, в глубине души надеясь, что его ждет славное будущее достойно великих тезок. Гордо имя – это почти все, что могла дать большая семья новорожденному. Шура был пятым ребенком. Мать со смешанным чувством гордости и горечи смотрела на кривящийся в гримасе крика ротик малыша «Еще один новый род, а чем кормить?» Большая семья – единственное богатство бедняка. Еще с детства маленький Шура решил непременно стать одним из силовых циркачей. Любимым его героем был Евгений Сандов. Этот атлет в те годы, как и впрочем много лет спустя, волновал воображение тысяч людей. Публика в то время привыкла к атлетам гигантского веса по 150 и более килограммов. Сандов был иным. Средний рост, вес немного превышал 80 килограммов и масса силовых рекордов и подвигов силы, которые он навсегда вписал в золотой фонд атлетизма. Казалось, непреодолимая пропасть лежит между мировым чемпионом и мальчонком из глухой деревни. Но Шура думал иначе. Он решил не только учиться у Сандова, но и достичь такого же совершенства тела. Кроме книги Сандова, он успел также познакомиться с работами других атлетов. Анохина, Дмитриева, Моро и других. Об отце бодибилдинга Евгении Сандове я делал выпуск еще год назад. Посмотрите обязательно, ссылка будет в описании. ЗАС подросток совершенствует свой манеж. Сооружает два турника для перелетов с одной перекладины на другую. Мастерит из камней и спалок все более тяжелые штанги. И как награда за упорный труд приходят первые успехи. Ему удалось прокрутить солнышко на перекладине, подтянуться на одной руке, поймать камень, брошенный из подкидной доски. Но любовь к цирку обернулась для будущего чемпиона серьезными неприятностями. За самовольную отлучку из дому на балакан в соседнем городе отец выпроводил его из дому работать пастухом. Но и в степи с утра до ночи под палящим солнцем и постоянном внимании за почти тысячи голов скота, ЗАС находил возможность позаниматься. Он тренировался ветвями деревьев, пытался гнуть их одними руками без упора, добавил новые упражнения, перетаскивал большие камни, удерживал их только пальцами рук, совершал дальние пробежки с теленком на плечах. Про эти тренировки знал ЗАС отец и успел поспорить с местным силачом, что его сын сильнее. Поэтому, когда Шура вернулся на зиму домой, отец приобрел ему весь необходимый инвентарь и дал полную свободу действий. Конечно, весной маленький силач оправдал ожидания отца и одолел более опытного соперника, став самым сильным в округе. ЗАС старший, разумеется, не хотел, чтобы сын стал бродячим артистом и отправил младшего в Оренбург в надежде на то, что тот выучится на машиниста паровоза. Но стоило подвернуться малейшей возможности и победитель Сандова, так он себя называл, стал служителем цирка. Поначалу он выполнял всю черновую работу, потом боролся на манеже. Менялись цирки, менялись города и волею судеб ЗАС начал показывать силовые номера. Изначально в этом жанре хозяева цирка не давали Шуре развиваться, так как он был привесен до 70 кг, больше похож на шарлатана, чем на силача. Теперь же день Александра, циркового силача, начинался с 3-х километровой пробежки. Затем шли тренировки с железными прутьями. Он сгибал их на колени, завязывал узлом, завивал спиралью. В цепи он научился рвать два движения, возьмет два соседних звена, стиснет пальцами, повернет туда-сюда до упора и распадается цепь. Немало времени занимали упражнения на развитие грудных и спинных мускулов. Нагрузив размещенную на груди платформу камнями, молодой атлет делал несколько глубоких вдохов, потом отдыхал, после чего остановился на мост и прогибался. Заканчивались утренние занятия комплексом упражнений с мешком. Изначально мешок был наполнен опилками и весил всего 7 килограммов. Каждый день Шура отсыпал от него горсть опилок, а добавлял горсть песка. Когда все опилки были заменены песком, он начал отсыпать песок и досыпать дробь. В конце концов он тренировался уже с мешком, наполненным свинцом, весившим около 70 килограммов. Вспоминая об этих тренировках, Самсон позже писал, что крупный бицепс не является критерием силы, так же как и большой живот признаком хорошего пищеварения. Однако именно упражнения с мешком помогли ему развить большую мышечную массу. Масса эта нужна была не столько для выполнения трюков, сколько для приобретения товарного вида. Ведь по мнению хозяев цирка, борца можно было продать зрителям лишь тогда, когда его мускулы производили угрожающее впечатление. Конечно же Самсон сам никогда не отрицал роль мышц, никогда не считал динамические упражнения с мешком или другими отягощениями бесполезными. Наоборот, всегда на всех этапах своей карьеры он подчеркивал необходимость упражнений такого рода. Но насколько бы не была важна работа над мышцами, все равно Железный Самсон первостепенным считал развитие сухожилий и тренировка именно этих шнуроподобных эластичных образований, при помощи которых мышцы прикрепляются к костям. Сила лежит в сухожилиях, в тех невидимых твердых тканях, которые уступают по плотности только костям. Без сухожилий человек превратился бы в студень. Но сухожилия надо тренировать. И тренировал Александр следующими упражнениями. Перед вами комплекс сухожильных упражнений Железного Самсона. Зас отмечал. Я не верю в большие мускулы, если рядом с ними нет настоящей большой силы сухожилий. Можно видеть энтузиастов физической культуры, обладающих довольно большими мускулами. Но какой от них прок, если отсутствует мощная основа развитой сухожилия? Они не могут полностью использовать силу своих мышц в момент действительного испытания силы. И поэтому их сила только иллюзия. Сухожилия же лучше всего увеличивают свою крепость, когда их мощь прилагается к какому-либо почти неподвижному предмету. Они становятся сильнее от сопротивления, чем от движения. Методика тренировок и номера Александра Заса были неповторимыми. Вот только не успел он их показать миру. Началась война. И он, в числе добровольцев, попал на передовую. Где его сила помогла спасти жизнь военному жеребцу, которого ранила австрийская пуля. Александр с детства любил животных и не мог позволить себе бросить на поле боя фронтового друга. На плечах он вынес коня и выходил. Долго еще легенды о силе и мужестве. Заса ходили по солдатским окопам. Но не спасла слава Шуру. Во время боя разорвался рядом с ним фугас. Он упал на земь. Единственное, что запомню, жуткую боль в ногах. Пленув госпиталь, ему могли отрезать ноги. Но Шуру, приказавший поднять простыню с раненого, замер. Пораженный. Перед ним лежал античный полубог. Великолепно сложный. С прекрасно развитой мускулатурой. Казалось, этот солдат сошел с полотна старинной картины. Жалко резать такое тело. Бросил Шуру к сестре. Попробуем спасти. Обе ноги спасли. Но процесс восстановления был долгим. Когда Александра перевели из госпиталя в лагерь для военнопленных, он уже мог ходить и, конечно же, решил бежать. Первая попытка была неудачной. Но случай дал второй шанс совершить побег. Разогнув железные прутья камеры, он бежал в... цирк своего лучшего приятеля, борца Яноша по прозвищу Страшный Венгер. Янош принял беглеца, откормил и дал возможность демонстрировать Александру свою невероятную силу на манеже, которую он за пару месяцев полностью восстановил. У артиста появились коронные номера. Он ловил снаряд, вылетавший из пушки. Удерживал лошадей. Но и при остальные силовые трюки он не забывал. Рвал цепи, заколачивал голыми руками гвозди. Кстати, Шуре решил, что зрители будут сами выбирать и доски, и гвозди. Честность он решил сделать принципом своих выступлений. В этом сказывалось не только его душевные качества, но и опыт. Однажды гвоздь попал в суп и согнулся. Этот момент он решил использовать при выступлении. Согнутые гвозди тут же выпрямлял пальцами. Другой случай был еще более интересен. При неудачном ударе Александр поранил руку. Раздосадованный, он вдавил пальцем гвоздь в доску. И тут же решил включить этот эпизод в свой номер, ставший потом известным цирковым трюком. Но трюк с поддельными документами не удался. Зас снова попал в плен, и ему грозил расстрел. Но Будапештский комендант не хотел лишать жизни великого циркового актера, как он изволил выразиться, присутствуя при разбирательстве дела. И приговор смягчили на пожизненное заключение. Отчаяние Александра Заса было близко к помешательству. Но он собрал себя в руки и решил сберечь силы, сберечь во что бы то ни стало. И он начал тренироваться. В подвале, скованный по рукам и ногам. Он занимается упорно, сдирает кандалами в кровь кожу, закусывает губы от нестерпимой боли. Приседания, прогибы, гусиный шаг, напряжение мышц, 15-20 секунд выдержка включенных мускулов, потом расслабление. И так множество раз подряд. Он мог бы сломать цепи, но охрана очень внимательна. Сломанное звено заменят новым и еще больше ужесточат режим. Тренировки и терпение привели Железного Самсона к третьему побегу, который я считаю был интереснее любого циркового номера. Всем рекомендую ознакомиться с деталями подготовки и тонкостями самого побега, который тщательно описан в книге «Тайна Железного Самсона». Я уже о ней упоминал. Кстати, именно третий побег заставил отказаться его от собственного имени и фамилии, принять английское подданство и стать загадочным Железным Самсоном в цирке Пазолине. Вот вырезка из афиш и статей тех лет. Дэйл Телеграф. Господин, называющий себя Самсоном, является сильнейшим человеком на Земле, и это можно легко проверить, увидев, как он вяжет железные прутья в узлы. Манчестер Гардиан. Согласно объявлениям, он самый сильный человек на Земле, и после того, как мы сами увидели его, это заявление можно считать неопровержимым. Хэлленд Стрэнс. В лице Самсона мы имеем настоящего силача, чьи достижения полностью открыты для проверки. Хэлленд Афишин. Увидеть – значит поверить. Воистину кажется, что его мускулы сделаны из стали. И так далее. Это была слава. Но шут с ней, со славой. Не в ней счастье. Счастье в другом. Оставить после себя след на Земле. Воспитать учеников, преемников. А их нет. В этой стране он всегда был феноменом, загадкой. Живи он на родине, все, наверное, сложилось бы иначе. Александр читал в газетах о преемниках Дурова, об учениках Поддубного. Там, на родине, Александр Зас не остался бы на старости лет одиноким, никому не нужным. Мысль о родине, смутной тоской всю жизнь, бередившая сердце, становилась самой больной его болью. Проклятые контракты. Из их цепких сетей он не мог вырваться всю жизнь. Неустойки, которые он никогда не смог выплатить, вечная угроза суда. Об этом горько думать. И это держало его крепче тюремных решеток. Самый сильный человек в мире оказался Гулливером, которого привязали к земле крошечные лилипуты. В последние годы жизни Александр Зас занимался дрессировкой львят. В июле 1967 года во время четвертой спартакиады народа в СССР в одном из лучших тяжелоатлинических залов Москвы была открыта выставка. Выставка, посвященная истории тяжелой атлетики. Экспонаты рассказывали о подвигах силы, совершенными Сандовым, Крыловым и Акиншмиттом и Засом. Александр вошел в историю наравне с Сандовым, и многие считают его самым сильным человеком в истории. Так что можно сказать, что несмотря на все жизненные трудности, Зас осуществил мечту детства, стал победителем великого Сандова. Сандовым и Акиншмиттом и Засом.